Арцах Арцах вступил в весну 2023 года в блокаде. Несмотря на решение Международного суда ООН, Баку пока не намерен убирать с дороги горе Степанакерт своих экотеррористов. Блокада Арцаха продолжается. Окупация некоторых территорий Армении продолжается. Армянские военнопленные по-прежнему в азербайджанских тюрьмах. Кроме того, Азербайджан 28 февраля и 1 марта открыл огонь в направлении граждан, выполнявших сельскохозяйственные работы. Крестьяне села Муришен Мартунинского района осуществляли сельскохозяйственные работы на тракторе марки «Джон Дир» на участке под названием «Асфальтэнтак» административной территории села Бердашен. По трактору были произведены выстрелы с боевых позиций противника из оружия разного калибра. По счастливой случайности от огня азербайджанских террористов никто не пострадал. На наш взгляд происходит уверенное сползание Азербайджана в политическую выгребную яму, в которой уже находится целый ряд стран-изгоев, признанных агрессорами и мировыми политическими изгоями. Это произойдет не сразу, но мировое сообщество никогда не применяет резких шагов. Однако, когда происходит накопление критической массы, случится то, что в свое время произошло с подобными странами-изгоями. Особенно в условиях блокады собственное производство и экономическое развитие стали очень важными для народа Арцаха. Сегодня мы постараемся показать, как работают в степлицах в селе Гищи. Как только въезжаешь в село, можно заметить множество овощных культур, часть из которых выращивает самвел. Много лет живя в России, он переехал в родное село, где начал жить и творить для будущих поколений. В марте я переехал в Арцах и уже в апреле 2020 года построил теплицу на собственном земельном участке. В июне уже все было готово к работе, и мы посадили первые овощи. Зимой самвел выращивает редис, а летом помидоры и огурцы в своих теплицах. Он говорит, что работа не из легких, но человек, который работает с землей, никогда не боится трудностей. Собранный урожай самвел продает в Арцахе, в частности в столице Степанакертии и Мортунинском районе. Из одной теплицы можно получить 5 тысяч пучков редиски, которую помогают собирать женщины села. Тем самым самвел обеспечивает рабочие места и в селе Гищей. Самвел не собирается останавливаться на достигнутом и заявляет, что если он может больше, то почему бы и не сделать этого. Благодаря таким людям Арцах пытается выстоять, поставляя свою местную продукцию, развивать экономику. 31 год назад, 2 марта 1992 года, флаг Республики Армения впервые был поднят перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Таким образом, Армения стала членом ООН как независимое государство. Сегодня стартовал новый этап учебных сборов резервистов. В течение года резервист может быть вызван на сборы максимум три раза, но не более 30 дней. Никол Пашинян 2-3 марта посетит с рабочим визитом Германию. Премьер Армении встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Посетит немецкий совет по международным отношениям. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Азербайджан должен уважать решение Международного суда ООН, а Лачинский коридор должен быть открыт. По словам Колонны, это обязанность Азербайджана, и закон должен соблюдаться. Разблокировка коридора, диалог между Баку и Ереваном остается приоритетом. Мы готовы помочь нашим партнерам из ЕС и США, отметила Колонна. Миссия Европейского Союза в Армении открыла новую штаб-квартиру в Ерикнадзоре. Стефано Томат, командующий гражданскими операциями службы внешних действий ЕС, сказал, что около 50 сотрудников уже находятся здесь, что позволяет миссии начать свою деятельность. Ильхам Алиев, выступая сегодня на саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 в Баку, заявил, мы призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, и акты геноцида против стран-членов движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах. Как там у Крылова? Ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона. В марте компания Shell откроет в Армении три новые современные бензозаправочные станции. Наличие такой компании изменит в целом сферу и сделает другие компании этой отрасли способными конкурировать с Shell. Американский производитель микроэлектроники, микрочип технологи, имеющий рыночную капитализацию в 45 миллиардов долларов, откроет филиал в Армении. Это произойдет посредством поглощения армянской компании Instigate, с которой у микрочип технологи два года назад была достигнута договоренность о создании команды соответствующих специалистов в Армении, что в свою очередь было выполнено. После снятия эмбарго на турецкую продукцию в Республике Армения страны в 2022 году наторговали на 324,5 миллиона долларов. Из Турции больше всего поступило алюминиевые арматуры и уголков, цитрусов, трикотажа, электротехники и других товаров. А Ереван отправлял на экспорт золото, кожу, драгоценные и полудрагоценные камни. Годами мы отправляли людей на работу за границу, которые присылали сюда финансовую помощь своим семьям. Но теперь, когда у нас есть много возможностей для работы и нехватка рабочей силы, мы начали нашу иммиграционную программу, чтобы привлечь больше людей из Центральной Азии, Индии или африканских стран, рассказал министр экономики Армении Ваган Керабян. По его словам, десятки тысяч вакансий есть в строительной отрасли. Согласно новому рейтингу Passport Index, самой гостеприимной страной Европы является Армения, где туристы из 135 стран пользуются облегченными правилами получения виз. В общем списке Республика Армения занимает 26 место. В прошлом году товарооборот Армении с Германией впервые превысил 500 миллионов долларов. Германское общество по международному сотрудничеству и немецкий госбанк откроют постоянные офисы в Армении. Соглашение об этом подписали в Ереване министр экономики Армении Ваган Керопян и немецкий посол Виктор Рихтер. Во всех школах Армении до 2026 года появятся оборудованные естествоведческие лаборатории и кабинеты информационных и коммуникационных технологий, сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян. До конца 2024 года планируется завершить работы в школах Араратской, Котайкской, Гегаркуникской областей. А до 2026 года будут оборудованы школы остальных областей и Еревана. В Армении существует единственный специальный образовательный комплекс для слабослышащих детей, о котором мы сегодня расскажем. Специальное образование в Армении для детей с нарушением слуха стало осуществляться с начала 1931 года в специальных классах, а с 1959 года в специальной образовательной школе-интернате для слабослышащих детей, где это учреждение и находится по сей день. В образовательном комплексе обучаются на данный момент 119 детей в возрасте от 5 до 18 лет с нарушением слуха из разных регионов Армении и Арцаха. Это единственная школа-интернат в республике, которая осуществляет 12-летнюю школьную программу обучения детей с нарушением слуха. Образование организовано на двух языках – на жестовом языке и в соответствии со стандартами обучения в государственных школах. Педагогический состав довольно большой. Все наши учителя могут общаться с детьми на языке жестов. И это очень ценный ресурс для государства. Сейчас также проходят программы обучения языку жестов для других общеобразовательных школ. «Меня зовут Геворг. Я учусь в Ереване в специализированной школе для людей с нарушениями слухового восприятия. Я родился в селе Цовазарт Гегаркуникской области. Там я окончил 9 классов и затем поступил сюда, чтобы выучить язык жестов, так как мне это нравится, и сейчас я могу общаться с людьми, у которых есть нарушение слуха». «Мечтаю поступить в Институт физической культуры и спорта. Вижу себя в вольной борьбе. Хочу найти хороших друзей и среди людей без проблем со слухом. Хочу состязаться, побеждать и идти вперед». «Я тоже хочу поступить в Институт физкультуры и спорта. Не знаю, что будет потом, в будущем, но я очень мечтаю найти работу». «Окончу школу, не знаю, что будет дальше. Хочу учиться, продолжить свое обучение. Если смогу поступить в университет, будет здорово. А если не смогу, я бы хотела обучиться профессии визажиста и продолжить учебу в данной сфере». Кроме государственных образовательных программ, ученики старших классов также получают предпрофессиональное образование в виде краткосрочных курсов. Ученики проходят такие курсы, как ювелирное искусство, парикмахерское искусство, вышивка, дизайн одежды, сапожное дело, визаж и маникюр. В школе также оборудован кабинет галлотерапии. Также ученики проходят занятия с сурдопедагогами и физиотерапию. Деятельность этого образовательного комплекса направлена на физическое, нравственное, эстетическое, патриотическое и трудовое воспитание детей. В Ереване в концертном зале Арно Бабаджанян пройдет вечер испанской музыки и джазовой гитары. Гитарист Армен Петросян вместе с группой Armenian Fusion Band исполнят современную испанскую и джазовую музыку. В программу включены произведения Пако де Люси, Чикакория, а также авторские произведения и другие. Концерт пройдет 3 марта в 19.00. Российский боксер-профессионал, действующий чемпион Азии по версии WBA Asia и чемпион Евразии по версии EBP в тяжелом весе Мурат Гасиев на днях стал гражданином Армении. Мурат Гасиев 3 марта будет биться с американцем Майком Белагуном под флагом Армении. Нападающий сборной Армении по футболу Норберто Бряско-Баликян в составе команды Bocca Juniors стал обладателем Суперкубка Аргентины. Армении по футболу Норберто Бряско-Баликян Армении по футболу Норберто Бряско-Баликян